Здравствуйте! Вашему вниманию программа «Ресурсы». С вами я, Динара Бакижанова. Обзор экономических новостей в ближайшие 5 минут. Внешний долг Казахстана вырос почти на 9%. За январь-декабрь прошлого года он увеличился со 136 млрд 922 млн долларов до 148 млрд 753 млн долларов, сообщает Национальный банк Казахстана. При этом, согласно данным Нацбанка, внешний долг банковского сектора за отчетный период снизился на 17,5% до 11,160 млрд долларов. За 2013 год доля государственного и гарантированного государством внешнего долга сократилась с 4,3% до 4,1% от общего объема волового внешнего долга, а внешний долг, негарантированный государством, соответственно, увеличился с 95,7% до 95,9%. Евразийская экономическая комиссия ввела ставку импортных пошлин на туристические автобусы до 18%. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины на туристические международные автобусы в размере 18% от таможенной стоимости, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Речь идет об автобусах дальнего следования экологического класса 4 или выше с дизельным или полудизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 кубических сантиметров, габаритной длиной не менее 11,5 метров, имеющих не менее 41 посадочного места, а также с багажным отсеком не менее 5 кубических метров. Такие автобусы используют туристические компании и перевозчики на междугородних и международных маршрутах. На сегодня на единой таможенной территории Таможенного союза и единого экономического пространства осуществляется выпуск автобусов дальнего следования только экологического класса 4. Европейский союз в 2013 году потратил 2,65 миллиардов евро на демократию в других странах. ЕС выделил миллиарды на поддержку демократических реформ в 16 странах мира, но прогресс есть далеко не везде. Еврокомиссия опубликовала отчет, посвященный внешней политике. Особое место в докладе отводится странам в Восточной Европе. События последних месяцев показали, что по соседству находится регион, который требует не только внимания со стороны Евросоюза, но и ресурсов, заявил комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле. По его мнению, Евросоюз должен помогать своему восточному партнеру на непростом пути к демократии. Авторы доклада обратили внимание на прогресс в демократическом развитии таких стран, как Тунис и в меньшей степени Марокко. В то же время в Египте после свержения президента Мухаммеда Мурси положение только ухудшилось. Рынки недооценивают риски, связанные с политическими конфликтами в мире, полагает президент Goldman Sachs Group Гэри Кон. Он отметил, что конфликт между Китаем и Японией, а также серьезный рост напряженности на Ближнем Востоке не смогли остановить подъем мирового фондового рынка в последние 12 месяцев. Инвесторам, в распоряжении которых имеются огромные объемы свободных денежных средств, необходимо их вкладывать, что предотвращает спад на рынках, говорит Кон. Каждый раз, когда на рынке активизируются продажи активов, приходят новые инвесторы. Поэтому существенного изменения цен не происходит, отмечает он. Инвесторы говорят о том, что им нужно заставлять деньги работать. Такую ситуацию мы, вероятно, будем наблюдать в течение длительного времени. Я не могу держать свободные средства просто так, поскольку это не приносит прибыли банку. По мнению эксперта, справедливо оценен в настоящее время лишь американский фондовый рынок, учитывая низкие процентные ставки и вероятность повышения доходности гособлигаций. Крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors Corporation объявил об отзыве еще 824 тысяч автомобилей из-за проблем с замком зажигания. Как сообщается в пресс-релизе компании, дополнительные меры касаются моделей, которые были проданы в США с 2008 года по 2011 год. Обнаруженные неисправности не приводили к каким-либо авариям или происшествиям. Таков экономический обзор новостей к этому часу. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова